В России назвали куратора несовершеннолетних диверсантов на Донбассе и завели на него дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Российской Федерации Владимира Маркина. В этом подозревают сотрудника силовых структур Украины Игоря Рецко. Такое же имя и фамилия у бывшего замкомбата Айдара. Маркин считает, что с мая 2015 года по июнь 2016 года под руководством Рецко по прозвищу «Алмаз» семеро подростков подготовили восемь взрывов, в результате чего уничтожили военные автомобили, гражданские автобоевиков. В понедельник, 12 сентября, так называемое Министерство госбезопасности ДНР задержало весенноватой группу подростков. Их обвинили в совершении диверсии по заказу спецслужб Украины. Затем распространили видеодопросов мальчишек. Дети плачут и просят прощения. Спокойно смотреть на эти кадры просто невозможно. Позже в СБУ заявили, что не имеют отношения к вербовке несовершеннолетних детей, но будут спасать их из плена. Вице-спикер Верховной Рады и председатель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Герасченко также отреагировала на это происшествие. Она направила соответствующие письма в ОБСЕ и ЮНИСЕФ с просьбой срочно проверить эту информацию и пообещала поднимать этот вопрос в Минске. Очередное заседание состоится 21 сентября. Сегодня задержанные подростки встретились с представителями ООН. Продолжение следует...